Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Хролиплей. И сегодня я расскажу вам всю правду про этот проект. Я вам покажу доказательства, переписки и покажу, что по этому поводу думает Федя Чу. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кидайте это видео в свободку и приятного вам просмотра. Как вы думаете, все знаете, что мой аккаунт деактивировали, мой основной аккаунт Кирилл Путбуль, его просто-напросто деактивировали. Типа махинации, но на самом деле никаких махинаций нету и никаких доказательств у них также нету. Но они типа говорят, что они их не покажут. Это конкретный бред. Также вместе со мной деактивировали, точнее первого деактивировали это Юрия Кошевникова, не знаю как правильно. Это был ЗГА первого сервера. Но сам первый из таких ютуберов деактивировали Тимоху Домино, как вы в принципе все знаете. Я все-таки рано сдался. Я все-таки это осознал. И буду обратно добороться до последнего, в этот раз уже точно. Потому что я сдался, вы в принципе видели тот видос, где я передо мной извинялся, я этот видос нахуй удалил, потому что я понял, что это все хуйня. И нужно стоять до последнего. Естественно. Также меня поддерживают Тимоха Домино и Юрий Кошевников, то есть Витарок. Так что советую вам, если хотите узнать еще больше правды, то обязательно заходите на их каналы и смотрите там видосики. Там тоже они отстаивают всю правду. И там они рассказывают, показывают всю правду про проект Амазинг. Сейчас я покажу вам, какой на самом деле Иван Иванов. Они заставляют просто своих же админов, там и так далее, подслужку писать то, что Амазин охуенный и так далее. Хотя, блядь, в этой группе, куда они там просят писать, актива вообще нету. Там 7 тысяч подписчиков, но актива нету ни хрена вообще смысла. Я не вижу вообще, зачем они там что-то стараются, делают. Я вообще это не понимаю. Также они заставляют писать гадости всякие про Амазинг и Иванов это поддерживает, в принципе. И Иванов говорит, что ютуберы это обычные игроки. Мне кажется, ты пиздишь. Серьезно? Серьезно? А и обычные игроки? Ну, я считаю себя, да, обычным игроком. Но для Амазинга ютуберы это не совсем обычные игроки. Как вы помните, я играл на третьем серии Амазинг. Под ником Аленка Бандитка. И этот аккаунт деактивировали. Четко. Но... Понимаете, к ютуберам относятся непросто. Мне там дали 5 миллионов для того, чтобы я там развивался. Конечно, по моей личной просьбе я попросил денег, но все же, как бы, понимаете. И помните, Тимоха Домино себе купил Майбах. Можете, кто не помнит, посмотрите у него видосик на канале. Помните, он себе купил Майбах. Так вот, эти деньги, 15 миллионов, выделил ему Иванов. Вот это поворот! Против Тимохи я ничего не имею. Где-то за все время Иванов дал Тимохе где-то лямов так 20. Тимоха красавчик, против него ничего не имею, в принципе. А вот Иванов дурак. Вот Иванов реально дурак, просто. Как бы он мне ответил отказ на мою жалобу. Хотя там около 2000 просмотров, много людей меня поддержало. Но на это насрать, понимаете. Хоть вас миллион человек поддержит, он просто пошлет вас нахуй и все. И никак вы никаким способом не поможете своему аккаунту. Также мне просто напишут с четвертого сервера, с пятого, там, со второго и так далее. Типа, здравствуйте, я, типа, там, являюсь представителем Амазинг. Не хотели бы вы снимать у нас, там, на каком-то таком-то сервере. Мы вам дадим все привилегии, деньги, там, и так далее. Все, что вам нужно. Это называется... Ютуберы обычные игроки, блядь. Мне, блядь, заебали писать, серьезно. Я, вот... К сожалению, я удаляю все переписки. Я бы вам показал, как они это делают. Как они подлизут задницу, чтобы ютуберы у них снимали. Как они их заманивают. Просто заманивают. А потом, блядь, что-то вы не так сделали, что-то не так сняли. Хуяк вас деактивируют. И все. Также, я думаю, вы все помните, как Тимоху забанили за то, что у него было три квартиры на аккаунтах. У него было три аккаунтах, и на этих три аккаунтах были квартиры. И его просто-напросто забанили. Или деактивировали, я точно не помню. Так вот. Тимоха написал Эванову, и он резко поменял правила. Хотя по правилам на то время нельзя было иметь квартиры на твинках. Но все равно Эванов изменил правила резко, и его разбанили. Я, в принципе, за него рад, что его тогда разбанили. Но все же, оказывается, ютуберы не такие обычные люди. Также они пустили клевету на бывшего ГАА первого серии. Это Андрей Родин. То, что типа они его сняли. А на самом деле он ушел по собственному желанию. Поэтому они тупо соврали. Не знаю, зачем это им нужно было. Но они просто-напросто соврали. То, что он ушел не пассажир, они его типа сняли. Но на самом деле все наоборот. Также они заставляют своих... Так бы своих людей писать в свободную группу Амазина, что старый Амазин хуже лучше. И так далее. Тоже я не знаю, зачем они это делают. Они как бы, знаете, это как... Говорить себе, что ты охуенный. И чтобы другие тебе говорили. На самом деле это не так. Ты че дурак, блядь! Понимаете, это так само с Амазин. Они там говорят, что Амазин охуенный пишут и так далее. Но, блядь, люди это не тупые. Они все понимают. Также насчет глобального обновления. Они пишут там... Вот скоро в этом месяце в августе, сентябре, потом в октябре, блядь. Постоянно завтраками комрит насчет ГО. Они сами не знают, когда она будет, понимаете? Сами не знают. Ситарок, в принципе, нам слил все, что будет там. Ну, может быть, не все. Но я заметил одну особенность, что будет нового. Теперь блатные сим-карты, там, например, 6 восьмерок, я имею ввиду мобильные телефоны, нужно будет покупать за донат, за 500 рублей. Вы охуели, что ли? Это, вы считаете, нормально? Они уже не знают, откуда деньги брать. Уже придумывают всякие махинации. Откуда же тянуть нам бабло? Откуда же тянуть нам бабло? Они придумывают что-то новое. Они делают не обнову. Они, ну, делают обнову, но еще делают так, чтобы вы больше бабок потом вкладывали после глобального обновления. Честно, я ничего такого вау не увидел в глобальном обновлении. Можете у Ситарка на канале посудить видеоролик. Он где-то там 40 минут, там подробно все показано. Кому интересно. Я ничего такого прям вау не увидел. И насчет модпака. Им, блядь, трудно сделать нормальный модпак, потому что они не хотят деньги платить нормальным модпакерам, какие делают. Я, блядь, за неделю бы лучше сделал модпак, а какой они сделали тестовый. Я вам серьезно говорю. Я бы, блядь, за неделю сделал бы лучший модпак, чем они сейчас сделали. Но это не точно. Или точно. Или динахуй. Да, это жестко. Причем спокойно и постоянно. Я думаю, вы сами это прекрасно видите. Я не хейтер, понимаете? Я просто хочу за правду быть. Я хочу быть за правду. И я вам показываю правду. И Тимоха Домино показывает вам правду. И Света Рок. Сейчас это три ютубера, какие вам именно правду говорят. Это Тимоха, я и Света Рок. Некоторые там бомбят, что вы ноете и так далее. Слушай, пойдите нахуй. Как бы, просто, я тоже раньше не понимал Тимоху. Но оказавшись на его месте, я понял, что это не так уж и просто. Если бы вы оказались на месте тех, кого деактивировали, вы бы так не писали. Я вам серьезно говорю. Давайте теперь пойдем, наверное, в ВК. Покажу, что же по этому всему поводу думает Федя Чу. Писал это он не мне, точнее, голосовые сообщения кидал это не мне. Но, думаю, вы с радостью послушаете. Может быть, я еще что-то вспомню, потому что информации у меня много. И всю запомнить я не могу. Я как раз посмотрю и, может быть, еще вам кое-что покажу, расскажу. Ну что ж, погнали в ВК. Ну что ж, вот мы в ВКонтакте. Сейчас вы послушайте, что думают насчет там... Это вообще адресовано было в Ситарку, но я вам, в принципе, хочу тоже показать, точнее, что вы послушали, что по этому поводу думает Федя Чу. Ну что ж, погнали, слушайте внимательно. Так, снова здравствуйте. Я вот тут, к сожалению, не все, видео успел посмотреть, вот новое. Вот, но там, короче говоря, ты говоришь то, что тебя забанили за слив админки. Ой, блядь, слив инфы. А потом говоришь просто так. Что это вообще за хуйня? Это во-первых. Во-вторых, я не понимаю, зачем вот этот вот хейт, типа... Я, конечно, понимаю, все хочется популярность за счет этого поднять, типа, потому что на конфликте это всегда происходит. Но, по сути, это все должно как-то через какое-то время успокоиться. И, типа, я вообще не понимаю, в чем смысл вообще, как нахуй это делать. И сколько бы ты не делал вот этой всей хуйни, типа, поднял активность, окей, ты в итоге на YouTube забьешь, и нахуй вообще это делать было. Ты просто делаешь хуёво нам. И поступаешь, на самом деле, не очень хорошо, потому что я уверен, что среди админов у тебя также были друзья, и что не все согласны с тем, что ты делаешь, потому что ты реально очень некрасивая, так как, не знаю, вот вы, блядь, встречались с девушкой, все такое, а потом решили расстаться, и бас, ты сливаешь ее там сиськи, не знаю, какую-то хуйню делаешь и так далее. А по поводу банов, чуваков, типа, твоих друзей и так далее, ну, там, диоксивации и так далее, то я думаю, что это, как бы, вполне разумно в том плане, что, как я понимаю, они принимали соучастие, то есть, почему забанили, ну, главу группы, наверное, за то, что он позволил такому видео вообще в группе появиться. Я, как понимаю, ну, то есть, я, если что, ни на одной стороне, ни на другой, потому что, если бы я тебе сказал, что хотят люди, ну, ребята сделать с тобой, то это не очень хорошо бы выглядело. Так вот, еще я хочу сказать, то, что, блин, всех, кто в группе состоит вашей, скорее всего, тоже будут деактивировать, так что, блин, вы таким образом сейчас можете и себя покалечить. Ну, нет, ну, конечно, ты поступишь не очень красиво и выложишь или перескажешь мои слова, но, блядь, это тоже не очень красиво. Ну, я, как бы, не знаю, я ни на одной стороне, ни на другой, я вообще, на самом деле, в ситуацию особо так не вливался, но началось-то с того, что ты какую-то инфу там сливал, а для чего ты это делал, вообще непонятно. А, ничего себе, ты красиво поступаешь. Я, как бы, тебе это лично все говорю, а ты, значит, вот так поступаешь. Ну, хорошо. Окей, я тебя понял. Не забывай, что мы в одном городе живем, чувак. И, типа, твои подписчики ничего, кроме как написать плохой коммент, не смогут. Так, думаю, вы, в принципе, увидели то, что говорил, точнее, услышали то, что говорил Федя Чу. Он, типа, утверждает то, что, вот, эээ, всех, кого деактивировали, были связаны с крошевником, с крошевником. Вы чё, ебанутые, что ли? Типа, вот там такая хуйня, такая проблема. Типа, вот, диктирую много людей, всё равно, похуй, люди будут играть. Естественно. Как бы. И он говорит на то, что, типа, вот, там, с этими конфликтами ты хочешь добиться славы. И так далее. Как бы, у Кошельникова и до этого было нормально просмотров, нормально подписчиков набиралось. В принципе, как и у Тимохи, как и у меня. Без всяких конфликтов и так далее. Так что, конечно, он полный бред сморознул. Типа, ради славы, там, и так далее. Ой, блин. Просто, конечно, да, он гонит. Конкретно он гонит, причём. Кошельников, в принципе, красавчик в том, что слил, там, видос про гон, можешь у него на канале зайти посмотреть. Слил много инфы. Но у него просто другого выбора нету, как бы. Он, конечно, был замазник, там, и так далее, но... Сейчас вообще Федя Чу забил большой болт на РП сервера. Он сейчас только занят ЗМом. ЗМ сервера. Зомби сервер, короче, он занят. И на РП сервере он клал просто болт. Сейчас самое главное, это Иванов. Он всё решает. Делает новые правила и так далее. Помните, раньше за НРП езду просто, ну, вас убивали и всё. ЦКП 0 делали. А Иванов... Это Иванов, кстати, придумал, что ЦКП 0. Но потом он передумал что-то и сделал Варны за НРП по езду. Это его идея. Всё сейчас он решает. Новые правила и так далее. Также, думаю, все, в принципе, видели Глобалку. Конечно, я ожидал большего. Я реально ожидал большего. Также я скоро сниму интересный видосик. То есть, после этого видосика будет очень тоже прикольный видосик. Поэтому, в принципе, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Кирилл Гейм. Ждите новых серий. Ставьте лайки. Поддерживайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok